Что у нас криминогенная ситуация в стране очень сильно ухудшила за последние несколько лет. Официально статистика называет 70 с лишним процентов, но по таким тяжелым преступлениям, как убийство, практически в два раза увеличились. На 264 процента увеличились похищения, то есть практически в три раза. То есть ситуация очень плохая, криминогенная, несмотря на все красивые реформы, красивую форму девочек, мальчиков и так далее. Причины разные. Причина война, причина обнищания людей, причина того, что нет работы, нет зарплаты. Просто нет. Причина, конечно, и вот такие непродуманные реформы, когда неподготовленные ребята, возможно, красивые, симпатичные, селфи, патриотичные, но неподготовленные выходят. Разные, разные есть причины. Одной большой проблемой является то, что в милицию тоже набрали какое-то количество людей со сложной биографией. Давайте же не забудем, что этот Пугачев, кличка Агами, который убил двух ребят полицейских, еще год назад был сам полицейским. И, наверное, таким людям тоже нельзя давать вот эту презумпцию вечной правоты. Строят ли у нас в стране полицейское государство? Конечно, да. Вы помните, какую огромную реакцию вызвали законы, так называемые диктаторские законы, 16 января 2014 года. Для всех хочу сказать, что все эти законы потом были приняты уже новой властью, либо в той форме, в которой, вот точно в такой же, в которой они были приняты 16 января, либо прямо блоками переписаны в другие законы. Тогда это были злодейские законы, за это надо было всех посадить, а лучше повесить. Сейчас они нормальные. То есть это диктаторские или не диктаторские? Теперь дальше. Идем дальше. Нам предлагается принять, ну то есть ужесточить еще ситуацию и принять еще более жесткие законы о чрезвычайных правах полиции. Причем полицейских, в том числе, как и этот Гамми, который убил других полицейских. Он год назад, я уже говорил, был полицейским. Я понимаю, что самой большой мечтой... Милицейский он был. Милиционер. Это большая разница. Это большая разница. Это правоохранительные органы, это МВД. Я понимаю, что самой большой мечтой многих руководителей сегодняшней власти было бы вообще вернуться к сталинским временам, создать тройки, состоящие из так называемых активистов, которые бы имели право где-нибудь тут за гаражом расстреливать. Могу сказать, что мы же сидим сейчас в студии, а Интер тоже огружен активистами. Про НКВД вы, мне кажется, уже только лишнего хватили. Все-таки, мне кажется, пока идет речь об откате назад к ментам. Ну вот в любом случае, в любом случае, не должно быть полицейское государство. В любом случае, не должно быть диктатуры.